Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим. Добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие слушатели и зрители. Итак, поговорим сегодня, начнем во всяком случае разговор с Европой. Чем в эти дни живет Европа? Европа живет, конечно, заболеванием эпидемии COVID-19, этой болезни. И, может быть, не столько борьбой с эпидемией, сколько имитацией такой борьбы. Почему я так говорю? Да потому что деталей поведения вируса, который вызывает эту болезнь, никто в точности не знает. Зато знает, что как-то имитировать какие-то активные действия необходимо. Необходимо бить хвостом, трепыхаться, как-то изображать бурную противоэпидемиологическую деятельность. Этими занимаются в основном государства Европы сейчас. Надо сказать, что заражаемость населения сейчас довольно высока. Почему я подчеркиваю слово «заражаемость»? Да потому что заражаемость и заболеваемость – это разные категории. Огромное количество зараженных, я назову их цифрой сейчас, но ведь не значит, что такое же количество и заболевших. Многие зараженные отличаются тем, что у них протекает заболевание бессимптомно или, в принципе, достаточно легко. У других, наоборот, в зависимости от обремененности другими болезнями, эта болезнь COVID-19 может протекать довольно тяжело. Итак, на сегодняшний день в Европе заражаются, в зависимости от размеров страны, примерно от 4 тысяч, скажем, это благословенная Германия, где лучше всего поставлено это дело медицинское, до, скажем, 20 тысяч, столько заболевших или зараженных, во всяком случае, выявленных зараженных во Франции. В Бельгии, скажем, порядка 12-13, хотя каждую цифру нужно воспринимать как сиюминутные данные. Никто не знает, сколько будет завтра. Ну, скажем, в богохранимой Чехии, здесь откуда я обращаюсь к вам, на сегодняшний день от 6 до 8 тысяч заболевших, зараженных, заболевших в день. Ни в одной стране Европы пока не введен так называемый тотальный государственный локдаун. То есть страна не закрыта полностью. Но во многих странах Европы уже под локдауном, под замком, в карантине оказались значительные части территории. Как скажем, в Испании, где Мадрид и область находятся уже пару недель в полном карантине, то есть отрезаны от остальной страны. До ситуации в Германии, где буквально сегодня область города Берхтесгаден, многим из вас, может быть, звучит весьма узнаваемо название этого города. Это тот город, где была горная альпийская дача у Гитлера, где он часто находился и фотографировал себя или позволял себя фотографировать на фоне альпийских гор. Так вот, в Чехии тоже со дня на день ждут полного государственного локдауна. Я уже сейчас не говорю о том, что эффект может оказаться сомнительным, ведь никто не знает, как ведет себя вирус. И в этом вся в кавычках прелесть ситуации. Понимаете, заковыка этой ситуации. Никто не знает, как она себя ведет. Никто даже вполне не уверен, что закрытие означает эффективный вариант борьбы с болезнью. Может случиться и так, что она передается по канализационным каким-то потокам городских отпадов, стока городской воды. И в таком случае этот локдаун вряд ли поведет к каким-то результатам. Тем не менее, это оказывает колоссальнейшее психическое и психологическое влияние на состояние европейских народов сегодня. Именно потому, что сочетание жестких мер с неполной ясностью относительно перспектив никто не знает в точности. А от правительства этого требует. Это нужно понять. Население обращается к правительству и говорит, вы нам ясно скажите, если сегодня вы вводите карантин. Это что, на неделю, на две, до Нового года? И ни одно правительство Европы не способно в точности это сказать. Это вам будет понятно, если я скажу, что в Америке вчера было 60 тысяч, скажем, зараженных. Опять же, я не говорю о заболеваемости. Вот это, естественно, первая тревога. И, как говорится по параболе, я к ней вернусь. Потому что она связана с содержанием нашей сегодняшней передачи «Похищение Европы». Другая тема, которую мы могли бы поднять сегодня, буквально 2-3 часа назад, состоялась в тризна по убиенному французскому учителю, которого зовут Самуэль Пати, и который подвергся обезглавливанию со стороны мусульманина, 18-летнего чеченского мальчика, который уже вырос за пределами России, но достаточно, видимо, был религиозен для того, чтобы своего преподавателя зарезать. Не просто зарезать, с последующим отсечением головы. Кстати говоря, обезглавливание, отсечение головы – процесс непростой. Каждый понимает, что для этого нужно быть особо тренированным человеком. Это вам не топор палача, не гильотина, голова сама не отпадает. Тут нужно уметь очень быстро, оперативно, в считанные секунды пресечь, пересечь всякие хрящи, позвонки, всё, что составляет хребет человека, и эту голову снять с плеч. То есть это он и произвёл в считанные секунды, успел при этом, этот мальчик чеченский, успел при этом это заснять и тут же выложить в Инстаграм. То есть все имели возможность видеть этот блистательный его подвиг, подвиг достойный джихада всемирного. Так вот, сегодня состоялась тризна. Почему я об этом говорю? У меня ощущение дежавю. Буквально в прошлой или позапрошлой передаче я рассказывал о реакции французской общественности на годовщину расстрела редакции Шарли Эбдо. По схожим обстоятельствам, по схожим причинам. Тоже мусульманская группа истово верующих решила неверных журналистов за карикатуру Магомета или Мухаммеда, как хотите произносить, расстрелять, лишить жизни. Это тоже был такой своеобразный подвиг в рамках всемирного джихада. Так вот, почему я об этом тогда говорил. Потому что французский президент, Эммануэль Макрон, на мой взгляд, человек, в общем-то, пустоцвет и пустозвон, который умеет красиво говорить, но не умеет эффективно действовать. Так вот, Макрон тогда произнес речь, в которой присягал на верность идеалу свободы выражения и свободы слова. Он сказал что-то в том смысле, что свобода слова для нас – это высшая ценность, за которую мы боремся, боролись и будем бороться и так далее. Нечто похожее, почему я говорю об эффекте дежавю. Буквально то же самое он произнес вчера, перед сегодняшней тризной, а может быть при этом и похороны состоялись, не вполне уверен, поскольку это произошло пару часов назад буквально. Так вот, он сказал буквально то же самое, что свобода выражения – это самое святое, что есть у современных французов, и он, как президент, будет свято блюсти эту высшую ценность цивилизации европейской. Почему я говорю с некоторым ироническим надрывом? Да потому что буквально в то же время происходят события, которые старательно и даже иногда демонстративно замалчиваются французской и европейской печатью. Легко бороться за свободу слова, когда это относится, скажем, к карикатурам Магомета. Почему? Да потому что это самое простое дело, карикатур, скажем, на Иисуса Христа, на Моисея печатается немыслимое количество, никому не приходит в голову, не то что отрезать головы иноверцам, но вообще как-то особенно возмущаться, даже если кто-то возмущен до глубины души, потому что такая реакция, реакция предельной агрессии, лишения жизни вот этого неверного, который посмел нечто такое себе позволить, даже не является вопросом. Ни один европеец нормальный, ни один христианин или иудей не отвечает на это вот такой агрессии. И поэтому Макрону легко обещать, конечно. Единственное, что остается, это позволить, чтобы какое-то время, еще время от времени, в прошлый раз это было 5 лет назад, не забывайте, время от времени, чтобы появлялись подобного рода карикатуры. Но есть ведь дела, как бы ближе к нам, актуальнее, гораздо более актуальные. И там ситуация иная. Французские издания, как и большинство европейских изданий, умудряются замалчивать альтернативную точку зрения, которая не укладывается в русло их представлений о прогрессе. Сейчас ведь вообще центральным критерием не является правдивость сообщения, а только то, насколько она служит или не служит делу прогресса. Точно так же свои премии назначает или присуждает Нобелевский комитет в Швеции и в Норвегии не по принципу, когда говорят о премии за литературу, это не о литературе, когда говорят о премии мира, это не за мир, даже когда говорят о премии в области экономики, это не за достижения в области экономики, это за достижения и за приближение прогресса, как его представляют себя европейские современные мыслители. Так вот, ни одно французское издание не напечатало последовательно, говорю французское, но я мог бы сказать европейское, скажем, всю историю с сокрытием сообщений в Нью-Йорк-Пост относительно Гантера Байдена и его папаши, всю историю изъятую фактически из компьютера Гантера Байдена, где имеются вполне криминальные зацепки, которые следовало бы и можно было бы расследовать. Так вот, точно так же, как в Соединенных Штатах умудрились в значительной части прессы замолчать или обойтись словами, скажем, это известное поливание грязью нашего прогрессивного кандидата. Только так, если вы скажете поливание грязью, то вы можете сказать, что речь идет о всем известной, небезызвестной истории, которую нет смысла здесь приводить. И вот так примерно поступили и с этим. Почему я говорю об этом? Да потому что это не первый раз. Точно так же, скажем, позиция, декларированная позиция в очень серьезных изданиях научных, в данном случае, подписанная, скажем, суперспециалистами именно по эпидемиям, эпидемиологами, подписанная тремя из Гарвардского, Оксфордского и Стэнфордского университетов, была проигнорирована подавляющей частью мировой печати. Почему? Да потому что они не соответствуют в своей позиции, не соответствуют тому представлению о протекании болезни, которое считается в данном случае общепринятым, мейнстримовым и тем самым прогрессивным. Я возвращаюсь, как говорю по параболе, к проблематике COVID-19. В Европе разыгрывается настоящее сражение сейчас. Может быть, американские слушатели этому не поверят, либо это не поверят. Но это так, когда отношение не к болезни, а к прогрессу цивилизации человеческой замеряется по вашему личному отношению к болезни какой-то, в данном случае к этому COVID-19. Если вы сторонник официальной точки зрения, при которой следует носить маски, естественно, находиться друг от друга на расстоянии, вы знаете, что совсем недавно, буквально вчера или позавчера, в Милане были оштрафованы парочка молодых людей, была оштрафована на 400, им пришлось заплатить 400 евро, совсем немаленькие деньги, за то, что они, сняв маску, на время поцелуя, они поцеловались на главной Миланской площади, поцеловали друг друга и снова надели маски. За этот секундный проступок их оштрафовали на 400 евро. Так вот, если вы признаете полезность маски, вы правильный человек. Если же вы пытаетесь как-то опротестовать или как-то выразить недовольство, вы человек ретроградный, вы человек вчерашнего дня, вы вообще не понимаете смысла жизни, вы не понимаете смысла тех охранных или охранительных мер, которые сейчас принимаются, применяются и принимаются везде в Европе. Европа приходит, и вот смысл моего этого короткого выступления, Европа приходит как бы к пониманию, обратному пониманию важности и скрытого смысла, скрытого от нас до сих пор, очень суровых мер, напоминающих тоталитаризм. И выявляющихся тоталитаризмом. В Европе сейчас отношение к демократии двойственное. Последний, буквально, опрос общественного мнения с вчерашнего дня меня поразил. Менее половины опрошенных молодых людей европейцев, молодых, опрашивали молодых, и группа была очень представительной. Десятки тысяч молодых людей заявили, что они являются сторонниками демократии. Менее половины, обращаю ваше внимание, остальные признают какие-то, может быть, отрицательные, но в то же время и очень положительные черты тоталитаризма. Особенно, когда возникает угроза. Общая, общенациональная угроза для всех. Ее обычно называют угрозой для жизни, человечества. И отсюда, естественно, вам, американцам, очень знакомо отношение к президенту Трампу, у которого якобы на руках кровь. Двухсот тысяч американцев. Их бы удалось спасти, если бы Байден был президентом. То есть они бы, может быть, и не заметили протекания этой болезни, а при Трампе из-за его пренебрежительного отношения к ношению масок, к дистанции и прочее, эти американцы погибли. Так вот, это повсеместно распространено в Европе. И сейчас буквально с каждым днем я слышу новые и новые призывы к сильной руке, которая сможет преодолеть вот этот недостаток демократии, а именно некую анархию, непорядочность, способность возражать вообще, которая им представляется бессмысленной. Потому что любое возражение воспринимается как возражение против прогресса. В первую очередь, есть ведь набор каких-то серьезных рекомендаций правительства, экспертов, которых они очень уважают. Почему-то других экспертов, как я уже назвал, их не уважают, и их мысли не печатаются вообще. Потому что они не соответствуют. Они выходят из ряда вон. И будут по всей строгости закона наказаны. Вот суть этого нового времени, до которой Орвел додумался. Но мы-то думали, что он все-таки гипертрофирует, он преувеличивает. Он не преувеличивал. И вот последний мой пример. Буквально со вчерашнего дня в Соединенных Штатах появились высказывания, привожу стратега демократической партии, который говорит, что первым делом после победы Байдена нужно будет создать Министерство правды. Он называет это комиссией по правде и примирению. Реконсилейшн. Правда и примирение. Причем он подчеркивает, что правда это будет искоренение всего того, всей той лжи, которую нагромождал и нагромоздил в результате Трамп. А примирение будет заключаться в преследовании инакомыслящих. Так будет выглядеть примирение. И он ссылается на положительный опыт Южной Африки, где действительно после прихода к власти Манделлы была комиссия по правде и примирению создана. И когда... Я сейчас ссылаюсь на очень известного американского комментатора, на Карлсона Такера, который сказал, что вы нам приводите в пример Южную Африку. Там все хорошо получилось. Там все замечательно. Там это правда привело к правдивому состоянию всего общества. И общество примирилось. Но знаете ли, если это ваш идеал, то увольте меня. Мне такого идеала не надо. Я к нему в этом смысле полностью присоединяюсь. Так вот, это состояние Европы сейчас достаточно характерно. Потому что Европа все-таки это по-своему зады Соединенных Штатов. Штатов она перенимает эти тенденции, даже когда они носятся в воздухе. Европа сейчас приготовилась к закрытию городов и стран. Хотя бы на какое-то время. Но ведь прелесть в том, что никто не знает на какое время. На месяц, на два, до Нового года. Уже всюду отменили рождественские, так называемые, базары в городах. Знаменитые Нюрнбергский, Пражский базар. Скорее всего отменят тоже. Так вот, и заодно, и заодно все сильнее и сильнее слышны голоса тех, кто говорит, достаточно нам было вашей демократии. Дайте нам сильную руку, дайте нам диктатора, который ведет Министерство правды снова. Но зато он это несчастье преодолеет. Твердой рукой, зажав вас и загнав вас в ваши подвалы на какое-то время, он снова вернет нам надежду на жизнь. И здесь многие из вас жили в Совке и знают, что там всегда шла речь о цене жизни. И когда расстреливали оппонентов или загоняли их в лагеря, всегда говорили о том, что эти люди льют воду на мельницу поджигателей войны. Вы что хотите, чтобы снова лилась кровь, чтобы текли слезы сирот и вдов? А эти люди добиваются именно этого. То есть нельзя думать, не надо думать, что в данном случае речь идет о какой-то новинке. Разумеется, речь идет всегда о цене жизни. И всегда эта цена оказывается велика, когда она абстрактная, а когда она касается конкретного человека, то он большой цены собой не представляет. Его можно загнать в подвал, рот ему закрыть маской на дистанцию до двух метров от следующего человека. Как в России когда-то говорилось, больше трех не собираться. И вот это таков идеал сегодняшнего дня в Европе. А что неприятно, какие факты не укладываются в это русло. Их просто можно не замечать, замолчать. Спасибо огромное, Ефим. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут. Послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Ефим постарается на них ответить. Вообще ситуация складывается довольно скверно во всем мире, в смысле движения в крайне левом направлении. И я боюсь, что несколько причин тому существует. Ну, во-первых, левое движение всегда существовало с той или иной степенью интенсивности. Что касается системы образования и средств массовой информации, и не только европейских, можно говорить и про США. У нас, так сказать, за счет таких отдельных точек, радиоточек, так сказать, консервативные хосты на радио иногда, ну, не иногда, а постоянно пытаются этому противостоять. А вот, скажем, телевидение уже все поголовное. Даже Fox News, на который мы как-то раньше ориентировались, правда, появляются новые Blast TV и там American One. Новые форматы телевизионные, но они не столь массовые, у них не такая аудитория, а все остальные подвергаются промывке мозгов. И вот, удивительно, в Австралии канал Sky News, единственный, по-моему, на сегодняшний день такой телевизионный канал широкой аудитории, который какие-то вещи говорит откровенно. И, в частности, вот, Роуэн Дин говорит о климатическом тоталитаризме, говорит, те же самые силы, которые сегодня загоняют нас в подвале под видом борьбы с коронавирусом, которые одевают нас маски, лишают нас свободы. Они потом будут под предлогом борьбы с глобальным потеплением делать то же самое, потому что репетиция уже прошла, народ уже, как стадо баранов, так сказать, послушен и будут загонять уже, неважно, какие цели они будут объявлять, так сказать, что объявлять своей целью, чему объявлять войну, но под этим предлогом они будут, так сказать, делать то же самое. Вот примерно такая ситуация. А что касается образования, это вообще жуть. Это вообще жуть. Я тут прочитал откровение одного профессора, он израильский, американский профессор, он рассказывает историю своего друга, который из Израиля приехал преподавать в один из университетов, докторантуру. Он пришел, ну и преподавал там лекции по математике в радиусе 20 километров, 20 миль не мог найти школу, в которой бы преподавали нормально физику. И говорит, вступительные экзамены один год там, простая сейчас задачка, просто не помню, но там типа поделить пироги на куски на 4 человека, сколько каждому досталось. И из всех поступающих в этот престижный университет там 35% всего сдали экзамен, остальные завалили. На следующий год они упростили задачу, и всего 25% смогли сдать вступительные экзамены по математике, поступая в университет. А на следующий год они вообще отменили экзамен по математике. То есть школа, это такой вот высшая школа, такой бизнес выкачивания денег из правительства, из родителей, из студентов, и выпускает несметное количество дебилов, на которые приходится несколько там человек, людей, которые действительно способны что-то творить, что-то создавать. Все остальное, это люди, которые одевают шапочку в виде вагины на голову и идут на демонстрацию, или одевают черную униформу, идут громить, бомбить. Ну вот примерно такая ситуация. Все правильно, Сергей. Мы, несомненно, читаем и слушаем одни и те же источники. Я Sky News австралийскую весьма-весьма уважаю. И, собственно, это один из самых мною любимых источников. Есть еще парочку мыслителей в Америке, но не станут даже называть имена, потому что вы и сами все их прекрасно знаете. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что Америка устроена так, что ей незачем готовить собственные кадры. Она прекрасно знает, что если своих американских кадров не будет, то она всегда может нанять, собственно, в любой момент через интернет, она может нанять индийского специалиста и отличного специалиста при этом на любую требуемую должность. И он приедет тут же с чемоданчиком и тут же будет устроен сам, как захочет. Короче говоря, так это получилось. Особенно в ситуации, когда граница открыта и вообще может въехать любой. И поделить, поучаствовать в разделе того самого пирога, о котором вы говорили. Который не именно работан, но зато им будет с удовольствием съеден. Это особенность нынешней американской жизни. Вы знаете, что из средних школ выпускаются, главным образом, совершенно неграмотные люди. И только в высшей школе, в университете они получают хотя бы некоторое основное образование. Но тоже не обязательно. Если будет реализовано требование афроамериканских студентов, чтобы их экзаминировали по особому, по особой схеме. То есть они бы получали по русски пятерки, по американской системе, видимо, отлично. Они бы получали за 50% знаний, которые требуются другому студенту, азиату или белому. То есть тогда все понятно, тогда нельзя будет вообще выпускников вузов Соединенных Штатов вообще принимать на работу. Потому что непонятно, он вообще получил эти статы из-за того, что у него правильный цвет кожи или из-за знаний. Это абсолютно неопределено. Тем более, что, кстати, знания приравнены к правильному цвету кожи в Америке. В некоторых учебных заведениях вообще это становится основным критерием при сдаче вступительных и выпускных экзаменов цвет кожи. Неудивительно, почему, скажем, на всех олимпиадах, скажем, по математике, по физике, если вы посмотрите на команды, на американские команды, то там, по-моему, кроме азиатов больше никого. Если раньше еще евреи как-то присутствовали, так уже и евреи здесь тоже уже отошли на второй план. К сожалению, тоже, так сказать, современные евреи, которые про свои его действия забыли давным-давно, для них либеральные так называемые ценности больше всего. Это на самом деле леволиберальные ценности, это не либеральные ценности. Еще раз повторю, демократическая партия, которых мы называем либералами, с либерализмом не имеет ничего общего. Это либо чье? Так вот, команды, которые выступают на олимпиадах, состоят сплошь из азиатов. Там нет белых американцев. Это еще внушает надежду, что со временем азиаты, став хотя бы отчасти хозяевами жизни, не позволят подрывать свои экономические основы и свои личные перспективы, и, так сказать, вольются в ряды других тех, кого сегодня называют старыми белыми мужчинами. К сожалению, сказать, азиаты голосуют блоком за так называемую демократическую партию. Кстати, в количестве еще большем, чем в процентном отношении, чем, скажем, испаноязычные. Вот на выборах предыдущих за демократов голосовало, там, скажем, на 2% больше азиатов, чем мексиканцев или испаноязычных. Так что, я не знаю, при всем при том, что они действительно работают, причем работают и в IT, и работают в медицине очень много и так далее, но почему-то голосуют все время за партию, которая пытается изменить в корне эту страну, в страну, в которую они так рвались, с таким рвением приезжают, с такой охотой, но почему-то они голосуют за партию, которая пытается радикально или кардинально изменить эту страну, или не понимая, что все эти радикальные изменения приведут к тому, что страна превратится в ту страну, из которой они с таким рвением бежали. Сергей, я ведь говорю не о сиюминутном состоянии, а о том, что никто еще не отменял законов природы и социальных законов, а социальные законы таковы, что человек, который чувствует себя в какой-то степени собственником, которому есть что терять, кроме своих цепей, он начинает все-таки задумываться, а стоит ли мне терять то, что у меня есть в пользу тех, кто еще ничего не сделал, но уже имеет ровным счетом такие же права на все, как только азиаты воспримут вот эту идеологию или даже, скажем, психологию собственника, человека, который чего-то добился, они, несомненно, изменят систему голосования. Другой вопрос, когда это произойдет, и здесь важно понять, что очень важно, исторически важно то, что происходит именно сегодня и сейчас, потому что, как пишут в некоторых средствах массовой информации, нынешние выборы, это более чем переломный момент американской истории, это фактически переломный момент всей человеческой цивилизации. Просто Америка задает тон, здесь надо это понимать, если там возобладает представление о том, что коллектив государства стоит выше личности человека, это будет впервые, это будет перелом всей ментальности, психологии американца, который всегда считал, что я, если нужно, буду отстреливаться, у меня на стене висит старое ружье деда, и я, а если не я, то мой сын, может быть, даже еще 15-летний, а если не он, то его сестренка снимет это ружье и будет отстреливаться до последнего. Пока эта индивидуальная психология владеет американцами, я думаю, что они отобьются. А если она перестанет владеть, и возобладает принцип коллектив превыше человека, а коллективы, это понятно, это отвлеченное понятие, это всегда мы, кто имеет власть, это establishment, это мы, кто имеет фабрики, заводы, пароходы и газеты. Мы. То вот, как только это возобладает, то это конец, или, во всяком случае, надолго. Черное, темное время, смутные времена человеческой цивилизации. Они охватят весь мир. Разве что, может быть, там какая-нибудь Австралия, Новая Зеландия смогут переждать, пережить, зарыться в землю и пережить этот приход. Вы говорите об американцах, у которых все еще остался дух такой американский, но, к сожалению, демография меняется. Я не знаю, то есть, вы понимаете, скажем, приводились цифры, статистика о том, что, там, скажем, в некоторых штатах уже больше половины, больше половины детей рожденных, там, скажем, за минувшее десятилетие, это дети выходцев из других стран и, там, в первом поколении. То есть, воспитываются они в своих семьях, как правило. И еще одна удивительная вещь. Вот теракты, которые исламисты проводили здесь, в Соединенных Штатах, во времена правления Обамы, наиболее громкие теракты, которые провели исламисты, это были люди, которые рождены здесь, в Америке. Причем рождены, получили образование, работали здесь, нередко на государственной службе, ну, на какой-то муниципальной, там, на каком-то уровне. И радикализовались уже, то есть, родились здесь, учились в школе здесь, учились в колледже здесь, но при этом посещали свои мечети и что-то сподвигло их. То есть, их родители, которые эмигрировали сюда, оказались менее радикальными, чем те дети, которые здесь родились и которые здесь учились. Ну, все это понятно. Но, Сергей, если вы не хотите звучать в собственном эфире слишком пессимистически, вам надо найти какой-то свет в конце туннеля. Иначе зачем вообще трепыхаться? Лучше лечь и ждать, пока тебя кто-то зубинкой по голове убьет. Но молчать о тех проблемах, с которыми сталкивается страна, я не хочу. А, так сказать, повод для оптимизма у нас есть. Выборы состоятся уже буквально через 14 дней, если я не ошибаюсь. И ралли, которые проходят в поддержку президента Трампа, внушают некий оптимизм. Это многотысячные ралли. Это Америка по всей Америке, причем в разных штатах. Это и в нашем светлом штате, и в Калифорнии, и в Нью-Йорке. Я уж не говорю про Техас, про Флориду. Я говорю про те штаты, которые традиционно считаются таким демократическим болотом. И проходят колоссальные ралли. И это внушает некий оптимизм. А вы посмотрите, что делается у нас со вчерашнего дня в нашем каунте, в нашем графстве. Началось голосование. Очереди стоят по полтора-два часа. То есть люди идут, занимают очереди голосовать. И вполне ясно, это очереди за кого. Хотя вы абсолютно правы. Совсем недавно в нашей славной деревне Баффало-Гроф наш местный конгрессмен от 10-го округа Шнайдер проводил какую-то Women's March. Ну, то есть там пришли женщины, одели розовые шапочки, символизирующие вагину. Ну, и, так сказать... Зато вывораченную, Сергей. Поймите всю прелесть этого вагина. Это вывораченная наизнанку вагина. Понимаете, это гордо звучит. Ну, хорошо. Но дело в том, что я, разумеется, слежу за всеми этими. Меня это очень радует. Я просто не понимаю соотношение между тем, что я вижу, и тем, что я читаю. Потому что я читаю о преимуществе Байдена во всех, и даже в спорных этих штатах. Но у меня, разумеется, закрадывается сомнение. Потому что те же самые агентства, которые дают эту для Байдена оптимистическую цифру, пишут, что у Трампа общая цифра по сравнению с 2016 годом, это прирост на полпроцента, 0,5-0,7 процентов. То есть у него больше сейчас избирателей, готовых за него голосовать, чем было в 2016. Ефим, давайте попробуем занять звонки. И при этом на 7 процентов, или на 6-7, меньше якобы. Ну, мы знаем, что выборки некорректны и так далее. То есть это не опрос общественного мнения, это попытка формировать общественное мнение. Я к этому именно так и отношусь давным-давно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я слушаю вашу передачу, что это интересно. Сергей, у меня, в общем-то, опоследованный вопрос, но касается, опять же, всего одного и того же. Я очень коротко. Я лично прошу вас, ради избирателей, опять же, которые должны, некоторые голосуют раньше, по 9 округу, могли бы сделать какое-то, в одной из ваших передач, кого из судей следует, хоть там и не партизаны, так называемые беспартизы, на самом деле, я смотрел, они демократы. Кто из них приличнее? Вот вы не могли бы некоторые фамилии сказать, чтобы люди знали? Вы знаете, на моей страничке в Facebook распечатан список судей, которые баллотируются по всем округам. Но мне трудно судить, кто из них в каком округе, там без этого дается. Есть фамилии. Если, так сказать, человек, который в этом заинтересован, пожалуйста, зайдите на мою страничку в Facebook, распечатайте себе фамилию, пусть распечатают тот, кто идет голосовать. У него под рукой будет фамилия, если он встретит знакомую, потому что там список такой, несколько десятков судей, которые... Да, там очень большой список. Который, ну, на моей страничке как раз есть список судей, которые как бы республиканцы. Понимаете? Хотя в бюллетене, как вы справедливо заметили, не указано, какой партии принадлежит тот или иной судья, поскольку они у нас внепартийные. Но вот у меня на страничке есть список этих судей. Но по 9 округу там все, так сказать, беспартийные, это бывшие демократы, на самом деле. Ну, просто кто из них приличный, вот хотел сказать. Ну, это вы мне хотите задать такую задачку, которую я должен по каждому округу сделать. Ну, а нашим пенсионерам это не решить вообще. У пенсионеров есть дети, есть родственники, которые... Нет, они ничего не делают. По-другому, ну, так не получится. Так не получится. Я бы рад помочь. Я для этого и поместил... Да, и там еще, помимо прочего, вот это референдум местный конституционный, вы тоже какой-то ликбез делаете, потому что... По этому поводу мы говорим постоянно, кстати. Спасибо большое, сейчас я еще раз скажу про этот референдум. Спасибо. Значит, первым вопросом там стоит ответить на вопрос, поддерживаете ли вы или голосуете вы за изменение конституции, пункт 3, артикл 9. Там не говорится о том, что это такая мулька, изменить конституцию с тем, чтобы флет-текст, так называемый, чтобы предусмотренный конституцией заменить на прогрессивный налог. Ну, реклама идет со всех сторон. В Ютьюбе какую, что бы ни включил, это все дольется реклама, совершенно ложная, где говорится о том, что только вот тех богатых мы с них повысим налог, а все остальные будут платить меньше налог. Это ложь, потому что те штаты, которые ввели у себя прогрессивный налог, они тут же начали повышать налоги на всех. И если по нашей конституции у нас флет-текст, и для того, чтобы штату поднять налог, они должны провести референдум, и должно собраться такое количество вагиноголовых, которые проголосуют за повышение и так уже безмерных налогов, то если вы проголосуете за это изменение конституции, то это позволит законодателям, этим жуликам, которые сидят, кстати, самый главный жулик Мэдиган находится, насколько я понимаю, под федеральным расследованием, так же, как и губернатор Притцкер со своими унитазами, чтобы не платить налоги на прапорте, он вынес из дома унитазы. Так вот, если вы проголосуете за изменение конституции, значит, эти жулики будут иметь возможность повышать налоги, и не спрашивая вашего мнения, это первое. Второе, они планируют облагать налогами еще и ваши, так сказать, social security пенсии. Так что там один вопрос по конституции, по изменению конституции, и на него нужно, конечно же, говорить нет. Вот то, что однозначно. А что касается судей, я говорю, это довольно большой список, и выполнять такую работу у меня просто не хватает времени, каждый может сесть и для себя, для своего округа, дистрикта посмотреть. Если интересует, зайдите на мою страничку в Facebook, там есть список судей, которые считаются, что республиканские. Распечатайте себе или сфотографируйте, и во время, так сказать, заполнения бюллетеней будете сверяться с фамилиями. Вот все, что я могу сказать. Извините, Ефим, я время у вас отнял. Да ничего страшного, я и сам с удовольствием послушал, все-таки не будучи жителем Чикаго и окрестностей. Давайте тогда примем еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, Ефим. Добрый день. Я не знаю, как остальным, но нам приходят такие вкладыши красочные, где пишут, что нельзя голосовать за этот раздел конституции, потому что, так как вот вы сейчас объяснили, я не знаю, кто это выпускает, но приходят уже такие... Да, и точно такие же красивые вкладыши приходят с призывом голосовать, которые обещают, что сразу наступит рай на земле. Как только вы проголосуете за изменение конституции, мы отберем у богатых деньги и поделим среди бедных. Точно такие же красивые, поэтому не поддавайтесь на это. За изменение конституции голосовать нельзя. Это открывает, дает им возможность, этим жуликам, которые сидят в Спрингфилде, дает им возможность обдирать людей еще больше. Нам как раз приходит, чтобы не голосовать. И слава богу, надеюсь, что вы правильный вывод сделаете. Спасибо большое. 847-400-5200. Не дождались радиослушатели, соскочили, но, возможно, перезвонят. Ну, у вас есть возможность прокомментировать то, что вы услышали. Или давайте примем звонок. Давайте примем. Добрый день. Давайте перезвонок. Сережа, я сегодня голосовал в Скоке-Кортхаус. От момента, как зашел туда, до момента, когда я уже закончил, прошло не более 20 минут. Это действительно, спасибо большое. В Скоке-Кортхаус там голосование началось, если я не ошибаюсь, по-моему, 14 октября, еще раньше. И там довольно все как-то проходит так, не очень многолюдно. А вот в Лейк-Каунте с 19-го и в Кук-Каунте, там, где в пригородах начали голосовать, в разных местах по-разному. В городе наши члены, активисты фонда Immigration Education Fund возили пожилых людей, которые сами не в состоянии поехать. Привезли их в город где-то в начале 9-го, там уже стояла километровая очередь. Ну, люди действительно пожилые, с ходунками и так далее. Наши активисты попытались договориться, чтобы их провести, но там афроамериканка одна устроила такой шум, такой скандал. В общем, вернулись несолоно хлебавши. Это в городе было, я имею в виду пожилые, которые живут в субсидированных домах. Мы пытаемся им помочь проголосовать. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это правда или фейк? Я на интернете нашел сообщение о том, что против нашего Притскера открыто уголовное дело по расследованию его неуплаты налогов. Ну, это правда. Я не знаю, открыто ли уголовное дело, но расследование в отношении Притскера федерала вели. Я не знаю, чем это закончится, потому что, ну, это такая каста неприкасаемых. Уж слишком, так же, как и Мэдиган, который замешан в коррупции по самые уши. Не знаю, чем это закончится, но в отношении их расследования велись. Это я точно знаю. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Ефим. Меня зовут Евгений. Вы не могли бы мне объяснить, что это такое? Всеобщее помешательство или коллективное стремление к самоубийству? Спасибо большое. Знаете, это, как говорится, вопрос на засыпку, потому что вы предлагаете только печальные варианты. В принципе, я мог бы вам ответить на том же уровне цитатами, которые подтверждают, что и есть мания самоубийства, особенно у заблудившихся цивилизаций. И полно примеров. Не стану вдаваться в подробности, потому что становится тошно на душе. Не хочется ведь представить себе такой исход. Но то, что такая тенденция есть, это тенденция отхода от демократии. Это тенденция разочарования в возможностях демократии как системы справиться с экзистенциальными сложными проблемами. Типа какой-то болезни, эпидемии какой-то, которая, может быть, еще и не завершена вовсе, и даже не находится еще, может быть, на пике, а всего лишь на подходах к этому пику. Это и отношение к каким-то другим катастрофам. Ведь можно себе представить какое-то, скажем, попадание астероидов в планету Земля, или каких-то столкновений, или прихода чужих цивилизаций. Придумать можно много. И всякий раз мы натыкаемся на то, что демократия в ее нынешнем виде проявляет слабость по отношению к этому. Ведь это именно то, это именно пафос знаменитого изречения Черчилля о том, что, во-первых, когда он сталкивается со своим избирателем, он разочаровывается в демократии, а во-вторых, это его изречение о том, что демократия, это действительно самый плохой способ управления обществом. Кроме всех остальных. Все остальные еще. Да, но лучше вы еще не придумали. Ефим, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего вам самого доброго, вам и слушателям. Спасибо.